Ольга Корк. Череповец на мою голову. Пролог. Юлия. Добрый день. Я могу вам помочь? Привычно растягиваю губы в вежливой улыбке. Да, доброе утро. Самоуверенного вида, не очень молодой человек лет тридцати, плюхнулся на стул передо мной. Я хотел бы рассчитать кредит. Ну что, Юлька, с добрым утром тебя. Рабочий день начинается. Без привычной утренней кружки кофе, без короткого разговора с работниками автосалона. Божечки, да у меня даже ком только-только запустился. Вот чего этому клиенту с утра пораньше не сиделось дома? Кто ходит рассчитывать кредиты с самого утра? Конечно. Тем временем ответила, запуская программу одного из ведущих банков на рынке автокредитования. Авто какой стоимости вас интересует? Пока мы с клиентом обсуждали заинтересовавшую его машину, сумму первоначального взноса, рассчитывали платежи на разные сроки кредитования, я привычно оценивала клиента. Волосы чистые, стрижка аккуратная, взгляд ясный. Возможно, чересчур наглый, но мужчина передо мной точно не находится в состоянии алкогольного опьянения и не похоже, что он под какими-то наркотиками. Слава тебе, Господи, в салоны вроде этого такие кадры заходят редко. Машины, конечно, не премиум класса, но точно не эконом-вариант. Хорошие середники с ценовым диапазоном от вполне приемлемо до нифига себе. Каждый день я рассматриваю глянцевые бока красивых машин и почти каждый день оформляю людям на них кредиты. Но все еще не могу позволить купить одну такую красотку себе. Кредит? Нет, даже кредит не могу. Итак, продолжаем осмотр. Вещи аккуратные, хотя и недорогие брендовые, не совсем новые. Но, в общем и целом, мужчина ухожен. На пальцах никаких подозрительных наколок. Он не нервничает. Нет, волнуется, конечно. Как и любой человек, который хочет приобрести что-то, что не может позволить себе оплатить за полную стоимость без влезания в кабалу кредитования. Ну, в общем, он не дерганный параноик. Это, несомненно, вызывало бы у меня подозрения. И пришлось бы ставить в его анкете пометку для службы безопасности, что, вероятнее всего, привело бы к отказу в кредите. Хорошо. А если на пять лет? Тем временем спрашивал мужчина. В таком случае ваш платеж будет... Несколько щелчков мышью, и умненький компьютер показывает мне результат. 22 408 рублей. Поднимаю взгляд и снова вежливо отстраненно улыбаюсь. Нифига ж себе! Тихо присвистывает мой предполагаемый клиент. Это какая же переплата будет? «Кредитный калькулятор не показывает сумму переплаты?» Звучит очередной заученный ответ. Но если очень нужно, мы, конечно, можем подсчитать. Да подсчитать я и сам могу. Тут же тушуется мужчина. Это так, риторический вопрос. Скажите, а если я увеличу сумму первоначального взноса, скажем, тысяч на сто, платеж сильно изменится? Угу, изменится. Если взять кредит на год-два и выплачивать досрочно. А на пять лет? Эх, куда толкают нас маленькие слабости и желание комфорта? Ну, вот не по карману тебе это авто. Совсем нет. Иначе бы ты не мялся сейчас, пытаясь выиграть пару тысяч ежемесячных платежей. Но ведь хочется. Конечно, хочется. Сейчас все посчитаем. Снова деловито защелкала мышь, зашуршали клавиши под моими пальцами, и через пять минут возможный клиент уже получил распечатку разных вариантов платежей. Со страховкой, без страховки, на пять лет, четыре года и даже на год. Хотя это, конечно, он загнул. Зачем ему это? Если даже двадцать две тысячи, это показалось много. Почему бы не взять тачку подешевле? Не понимаю. Мужчина быстро пробежался взглядом по распечатке. Зачем-то посмотрел на потолок салона, видимо, считая вероятные переплаты. Затем отложил в сторону бумагу и неожиданно широко мне улыбнулся. Вот улыбка у него была шикарная, широкая, открытая. Она заставляла собираться маленькие лучистые морщинки вокруг корих глаз и делала из обычного мужчины почти с ног сшибательного. — Знаете, Юля, скользнув взглядом по моей груди, а точнее по бейджу, вдруг выдал он уже совершенно спокойно. Вы мне очень помогли, но, пожалуй, не стоит этого лакита с заявками и оформлением кредита всех ваших нервов и моего времени. А на его к черту, да? Пойду за налик оформлю, покупку. Так и не представившийся мне уже точно не клиент, поднялся из-за стола и еще раз улыбнувшись, вальяжной походкой отправился в сторону кассы. — Добрый день, вам чем-нибудь помочь? Тут же подскочил к нему Ванька, консультант выставочного зала. — Пранейра, любящий уводить клиентов у других продавцов. Могу помочь определиться с выбором, рассказать достоинства разных моделей и сравнить их между собой. Ванька умел заговаривать зубы почти любому клиенту. Попросту тараторе без остановки. Вот только с этим мужчиной ничего у него не получилось. — Спасибо, Вань. Панибратский хлопнул по плечу продавца в черном строгом классическом костюме покупатель. — Мне Юленька уже помогла, а на кассе я и без тебя справлюсь. Сказал, не обогнув замерзшего Ивана, насвистывая, скрылся за дверью, ведущий к кассам. Ну, что я могу сказать? В тишине автосалона мы остались втроем. Я, Иван, и изумление, разлившееся в воздухе. Вот тебе и начало рабочего дня. Вот и сюрпризы, которые жизнерадостно обещали мне по радио, когда ведущие с шутками-прибаутками быстро начитывали гороскоп на день. Да, тельцов сегодня определенно ожидали потрясения. Рабочий день пролетел привычно, шумно, утомительно и чуточку радостно от проделанной работы. Все в моей работе мне нравилось, кроме чувства полного опустошения, когда после двенадцатичасового рабочего дня мне приходилось возвращаться домой. И дело было не в том, что в небольшой съемной квартире меня никто не ждал, и даже не в том, что завтра нужно будет просыпаться и снова ехать на работу. Меня выматывает бесконечное общение с клиентами. Люди, они как вампиры, высасывают из тебя все силы, даже если совсем не хотят этого, оставляя бледную оболочку, которая еле переставляет ноги в конце дня, и совсем, вот совсем-совсем не может ворочать языком. Единственное, что мне обычно хотелось после трудового путня, это прийти домой, выпить в тишине чая и лечь спать. И так три дня подряд. А следующие три дня я обычная общительная девчонка, готовая встречаться с друзьями, весело проводить время и не умеющая сидеть на одном месте. Сказочный график работы, скажу я вам. Выйдя из метро, поднялась на темную улицу и пошла в сторону своего дома. Подходя к арке прохода во дворы, в очередной раз помянула недобрым словом тот день, когда сняла квартиру именно в этом районе. Угораздила же оплатить квартиру на полгода вперед, отдавая почти все свои накопленные деньги. Ну как же, ведь квартира так близко к работе, всего две станции, метро проехать и вуаля. А теперь мне предстоит еще четыре с половиной месяца возвращаться домой и вздрагивать, каждый раз при повороте в арку. Туда, где звук моих шагов раздавался глуким эхом, а впереди лишь темнота колодца, двора четырех домов. Без единого фонаря, будьте неладны те сволочи, что регулярно уничтожали лампы в фонарях над подъездом. Мне было страшно тут ходить и в середине октября, когда темнело еще не так поздно. А уж к концу ноября снега нет, только мокрый асфальт под ногами и холодный ветер, пробирающийся за воротник куртки. Вот тебе и приближающаяся зима. Звуки проклятого эха, как всегда, меня заставили вздрогнуть. В кармане куртки я сжала кулак. Неосознанно локтем крепче прижимая к себе сумку. Перееду. Точно перееду. Вот срок выйдет, и сразу буду искать другую квартиру. Ну это ж невозможно три через три дня, согласно расписанию, бояться возвращаться домой. Войдя во двор и быстро проверив, не прячется ли кто в густых тенях, я с облегчением выдохнула и, ускорив шаг, пошла к своему подъезду. Жаль, я не знала, что гороскоп был как никогда правдив, и сегодняшние потрясения еще только начинаются. Как не знала и того, что услышанное через неделю по радио «Тельцам пора что-то поменять в своей жизни», пряму слишком буквально, что переверну всю свою жизнь с ног на голову, и не только свою жизнь.